Добрый вечер, в эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Они прожили бок о бок не один десяток лет, являются примером крепкой семьи, вырастившей достойных детей и воспитывающих внуков. Сегодня в День семьи, любви и верности глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов вручил государственные награды супружеским парам, являющимся образцом надежности и незыблемости семейного очага. Мадина Каракетова подробнее. Тамара и Султан Хамид Такаковы в браке 51 год вырастили и выпустили во взрослую жизнь четверых детей. Сейчас принимают активное участие в воспитании внуков. Такаковы в числе семей, о которых говорят образцовая, крепкая, и сегодня они получают из рук главы Карачева-Черкесии медаль за любовь и верность. За то, что их брак не разбился, а быт и повседневность. Этот суровый экзамен, увы, выдерживают не все молодые семьи. Поставили на ноги своих детей, сумев указать им верную дорогу в такой непростой жизни. Секретом долголетия своего брака Такаковы называют мудрость обоих супругов, ответственность зарожденных в этом браке детей. Никогда не ругались, никогда не ругаемся, живем хорошо. Дети определенные, у них свои детки. Аллах дал, и что? Все вышли. А так нормально все дома. Девять внуков у нас. Все живы, здоровы, внуки, дети. Все нормально у нас. Это история не только семьи Такаковых, но и каждой из семей, проживших в крепком браке 25 и более лет, ставших образцом крепости семейных устоев. Обращаясь к ним, глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов подчеркнул, что он абсолютно уверен в том, что рождение детей и их достойное воспитание – самый важный труд. Самая большая награда для всех вас и для меня лично – это видеть здоровыми, успешными и счастливыми наших детей. Российские семьи – это основа нашего общества. Это не только продолжение рода, но и всего российского народа, многовековой отечественной истории. Как отметил на открытии года семьи наш национальный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, именно в семье укоренены наша культура, идентичность и наш национальный характер. Глава республики Рашид Тимрезов отметил, что в Карачева-Черкесии каждая четвертая семья многодетная и большая дружная семья – наша национальная традиция. И благодаря сохранению традиционных семейных ценностей, а также принимаемым мерам поддержки, Карачева-Черкесия входит в число регионов России с высоким уровнем рождаемости. В нашей республике вопросом поддержки демографии, материнства и детства уделяется приоритетное внимание. Вы наверняка знаете, что в республике чрезвычайно подчеркнул знак материнской славы, которая вручается женщинам, родившим и воспитавшим пять и более детей. Мы принято решение, что в этом году мы полностью снимаем очередность и этим знаком будут награждены все многодетные семьи, в которых растут пять и более детей. На региональном уровне принят ряд не финансового и не финансового характера, направленных на поддержку материнства и детства, которые мы ежегодно расширяем. Также Рашид Темрезов довел до сведений присутствующих, что одновременно с этими мерами правительство республики прилагает все усилия для развития социальной инфраструктуры, для полноценного развития и образования детей. И это тоже важная часть реализации демографической политики России. Любовь и взаимопонимание, которые сохраняются в таких крепких семьях, глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов назвал самой важной поддержкой, поскольку именно в семье закладываются глубокие нравственные и патриотические основы личности, уважение к своей истории и любовь к стране. Наталья и Николай Вычиковы, которые в этом году отмечают золотую свадьбу в 50 лет совместной жизни, от имени всех семей обратились к главе Карачаева-Черкесии. Хочу поблагодарить вас и вашу команду за то, что вы уделяете много внимания семьям, материально обеспечиваете. А все семьи хочу поблагодарить за то, что вы крепко прожили такую большую жизнь и желаю всем семьям нашей любимой Карачаева-Черкесии, нашей любимой Родины России мира, добра и процветания. В отделке Ракетова, Миха Каракелян, 200, Карачаева-Черкесия. Граница, расстояние и национальность – не помеха для любви. Сегодня четыре пары на высоте 2500 метров соединились узами брака. На свадьбе в горах побывала Альбина Ламкова. Здесь атмосфера спокойствия и красоты, которую невозможно передать словами. К церемонии бракосочетания почти все готово. Скоро торжество начнется, где счастливые пары соединят с союзом крепкой семьи. И первая их высота на вершине горы уже будет взята. Он из Сирии, она из Черкеска. Но это не помешало им строить отношения. Рамадан и Олеся познакомились восемь месяцев назад. Через короткое время он сделал предложение, а сегодня уже свадьба. Познакомились мы в ресторане в Кисловодске. Мы сидели с подружками. Он подошел ко мне, пригласил на танец. Чтобы семья была крепкая, дружная, что нужно. Уважать и любить. Именно уважать и любить – основа крепкой и счастливой семьи. В этом уверена его теща Светлана Махмудова. В свое время она тоже сделала выбор и не разочаровалась. Родители тоже разные. Мама белорусская, отец русский. Сама вышла замуж, муж дагестанец. Дочь вышла тоже в Баку, старшая тоже. И сейчас младший сын тоже женился на машине. День семьи, любви и верности останется в памяти у каждого участника свадебной церемонии. Гости – прекрасная музыка, регистраторы, душевные пожелания. А еще потрясающий горный пейзаж. И самый главный документ семьи уже в руках. Теперь вы семья. Ты муж, а ты жена. Большое желание устроить необычную, но уже популярную церемонию бракосочетания на высоте 2500 метров в Архызе воплотили в жизнь Ярослава и Кристина. Они приехали из Екатеринбурга. Их свидетелями стали только горы. Это получилось замечательно, прекрасно, с невероятными видами, невероятным воздухом. Ну, пока что в России больше, наверное, таких мест не найти. Ну, вот, наверное, это самая лучшая свадьба в нашей жизни. К своей невесте Оксане в нашу республику, преодолев около 15 тысяч километров, приехал Руслан Бонг. Он из Владивостока. Молодожены знакомы всего лишь полгода. И виделись четыре раза. Просто, так сказать, любовь с первого взгляда. Мы сразу поняли, что мы друг от друга никуда. И уже мы готовы. Поэтому мы решили не тянуть и сыграть свадьбу. В завершении торжества молодоженам вручили памятные подарки от всесезонного курорта Архыз. А затем фуршеты и поздравления от близких. Альбина Ламкова, Ринат Мука, Вести, Корчаево, Черкесия, Архыз. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы продолжим. Воздуху ночью плюс 16, плюс 21. В горах местами плюс 9, плюс 14. Днем плюс 30, плюс 35. В горах местами плюс 20, плюс 25 градусов. В северных и центральных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер в восточной четверти 5,10 метров в секунду. Днем порывы 11,14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21. Днем плюс 33, плюс 35 градусов. Высокая пожароопасность. Карачаево-Черкесию с рабочим визитом посетил депутат Госдумы Сергей Миронов. В ходе пресс-конференции он ответил на вопросы журналистов касаемо законотворческой деятельности депутата. Индексации пенсии, налогообложения, расчета стоимости потребительской корзины, минимальной оплаты труда и развития туризма. После Сергея Миронов в сопровождении министра по физической культуре и спорта Республики Рашида Узденова осмотрел спорткомплекс «Юбилейный» в Черкесске. Было отмечено, что 57% жителей Республики занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. И поставлена задача выйти на 70%. В ходе рабочей поездки депутат познакомился с работой сельхозпредприятия «Хаммер». Парламентарий осмотрел семенной завод «Колос», сады предприятия и оценил ход строительства плодохранилища. Завершается строительство Карачаевского группового водопровода. Представители регионального Минстроя и дирекции капитального строительства оценивают степень готовности объектов в 92%. Сегодня на месте проведения работ побывал Артур Мхце. В течение какого времени людям поступит вода вот по этому водопроводу? Ну, в течение пяти дней мы, думаю, по этому объекту работы закончим и пустим воду населению. Работы на Карачаевском водопроводе начались в 2019 году. После завершения водой будут обеспечены 9 населенных пунктов, в которых суммарно проживают 26 тысяч человек с общей потребностью 12,5 тысяч кубов в сутки. В настоящее время специалисты регионального Минстроя и дирекции капитального строительства оценивают выполненные работы в 92%. Подключение объекта к этому водопроводу уже завершено, дюкер подключен. В настоящее время за мной остается небольшой участок трассы, который нужно на территории площадки подключить. И в течение нескольких дней мы уже по уже построенному водопроводу подключим населенные пункты, которые питаются от существующего водопровода, построенному еще в 2013 году. Основные строительно-монтажные работы на объекте подошли к завершению. Смонтированы резервуары, насосная станция, подпорные стены, магистральные водопроводы. Сейчас идет обвязка резервуаров, подключение магистральной и транзитной линий. Далее предстоит подключение магистрального водопровода к существующей сети аула Кумыш. На первых порах поступать в дома будет техническая вода, которая, впрочем, по словам экспертов, полностью соответствует химическому составу воды питьевой. В ежегодных пославиях главы региона он отдельным вопросом это ставит на повестку, ставит это в работу, соответственно, к курирующим министерствам, ведомствам, проводит отдельные совещания с подробным разбором проблематики и способов решения с правительством Карачао-Черкесской республики. По его поручению республика активно принимает участие в реализации мероприятий федерального проекта «Чистая вода». В целом за последние пять лет в Карачао-Черкесии введены в эксплуатацию пять водозаборных сооружений. В 29 населенных пунктах построены сети протяженностью 207 километров, что составляет около 10% от общей протяженности сетей водоснабжения в регионе. Также в текущем году реализуются четыре проекта водоснабжения. Все они находятся на разной стадии реализации. На одном из них в «Дружбе» в скором времени начнутся строительно-монтажные работы, которые позволят снять проблематику на откопившуюся у жителей этого села, а также населенных пунктов Заречный и Псыш. Артур Махцемиха Каракелян, Вести, Карачао-Черкесия, Карачаевский район. По приглашению архиепископа Пятигорского и Черкесского феофилакта сегодня глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов и спикер парламента Александр Иванов посетили Никольский собор в Черкесске, где в течение трех дней находится Казанская икона Божией Матери. Феофилакт рассказал об истории образа. У православных верующих эта икона считается одной из главных святынь, покровительницей Отечества. Архиепископ поблагодарил за организацию пребывания святыни, в том числе за обеспечение безопасности граждан. Рашид Тимрезов посетил также музей истории церкви и казачества в Никольском соборе. Осмотрел специальную экспозицию, посвященную службе наших земляков в зоне СВО. Абсолютно уверен, что Карачао-Черкесия является примером согласия и взаимоуважения разных людей, национальностей и вероисповедания. Все люди сегодня объединены одной целью – чтобы наша страна с каждым днем становилась сильнее и могущественнее, в том числе благодаря нашему духовному единству, отметил глава республики. Как мы уже сообщили, икона Казанской Божьей Матери прибыла в Черкесск в рамках Всероссийского молебна о Победе. Образ встретили лидеры духовенства, представители власти и верующие из разных регионов СКФО. Подробности у Алибаташева. Главную святыню Всероссийского молебна о Победе Московский список чудотворного образа Казанской Божьей Матери встретил архиепископ Феофилат. Икона русской победы, перед которой молились Минин и Пожарский и несколько поколений россиян, написана в 1580 году. Встреча образа напоминала пасхальное торжество, звон колоколов, множество верующих в храме и вокруг него, царящая вокруг атмосфера воодушевления и надежды на помощь свыше. Мы горячо будем молиться перед ней о том, чтобы ее материнским заступничеством Бог подарил всем нам мирную жизнь, чтобы Господь подарил нам радость видеть своих сыновей, своих друзей, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Помолимся ей о том, чтобы она укрепила их в мужестве, укрепила их дух, ну и, конечно, чтобы и наш дух был крепок. Святыня прибыла на два дня и две ночи по благословению патриарха Кирилла в рамках Всероссийского молебна о победе, которая охватит 60 городов России. Мы, казаки, обязательно будем молиться за победу нашего оружия на Украине, чтобы добить там этот фашизм и искоренить его до конца, чтобы его больше никогда не было. Иначе не можем. Сейчас по России идет крестный ход с этой иконой, и мы все молимся о наших воинах, о том, чтобы скорейшая наступила победа, и чтобы все наши ребята вернулись домой живыми и здоровыми. И вот мы все собрались здесь для того, чтобы встретить эту иконочку и помолиться Царице Небесной. Сразу после внесения образа в Никольский собор Черкеска духовенство во главе с архиереем совершили перед иконой праздничный молебен. По традиции первыми к святыне приложились священники, а затем и миряне. Просили Царицу Небесную о самом сокровенном, но общие просьбы были о победе и возвращении наших бойцов живыми и здоровыми, вере, надежде и любви. За время нахождения иконы в соборе духовенством были совершены молебен о даровании победы, крестный ход, а органами правопорядка организована усиленная охрана всех богослужений. Али Баташев, Ольга Савенко, Михаак Ракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Лимитчицы». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин